Ааааааа schiхи he лигогеем Как я уже говорил в предыдущих двух видео, досмотрите и данный видео ролик до конца, прежде чем опять писать мне различные оскорбления А затем сделайте вывод и поймите, на чей же вы стороне И еще, просто молю вас, досмотрите два предыдущих ролика на эту тему, если вы их не смотрели, то вы не поймете суть этого видео Ну что ж, Яна приветствует вас По вашим многочисленным просьбам, я и Липерли все же решили снять совместный ролик на эту тему Плюс к нам подключился ее друг НейгхБи45. Чувак, прости, надеюсь, прочитала правильно. А также вы попросили третью часть, так как в обновленной версии файла Фредди якобы Скотт подтвердил, что Спрингтрапа 2. На самом деле ничего там такого написано не было. И сейчас мы втроем будем вам рожевывать эту проблему. Всем привет, с вами Либерли. Я ярый сторонник фактов и правды. И просто терпеть не могу, когда люди врут, высасывают из пальцев доказательства. Так вот, да, я наткнулась на видео с громким названием, что Скотт подтвердил, что Спрингтрапа 2. После просмотра видео я такая, а где подтверждение-то? Понимаю я. Где скриншоты и видео, что предоставила я? В них прямым текстом было написано, что Спрингтрап 1 и это Уильям. А в том видео. Они в разных описаниях. Все, значит, они разные. А то, что там описываются персонажи ФНАФа из всех семи частей по отдельности, это вообще пустота. Бэйби и Скра Бэйби отдельно. Эднард и Молтон Фредди отдельно. Марионетка и Левша отдельно. И что, всех по два, что ли? Да, все верно. Вспомните слова из моего прошлого ролика. То есть, Спрингтрап и Скрэптрэп, повторюсь, это просто два разных игровых объекта. То же самое с Бэйби, Эднардом и Фантайм Аниматрониками, Эднардом и Молтон Фредди. Все эти персонажи это одно и то же. Но тут они представлены как разные игровые объекты, а не отдельные персонажи. Потому что в таком виде вместе они существовать никак не могут. Имя у Скрэптрапа заканчивается еще и Уильямом Афтоном, а у Спрингтрапа нет. Все, значит они разные. И назвать это доказательством того, что их два, очень тупое решение. Понимаю, если бы к Спрингтрапу добавили имя Майкл. Тогда да, это можно было бы назвать доказательством. Но как вы видите, прямым текстом ничего подобного написано вообще не было. Вот скажите мне, где было написано типа, вот смотрите Спрингтрапа 2, я вам это доказываю? Или вот смотрите, я Скотт и я заявляю, что в Спрингтрапе Майкл. Это либо нужно внимательнее читать, либо не придумывать какой-то рандомный факт, который ничем не закреплен. Всем привет. Последнее время я стал замечать некоторых ютуберов, которые обожают дезинформировать свою аудиторию. Я не буду говорить никнеймы, но все же то, что они творят, не описать словами. Данные замечательные ютуберы любят выставлять тупой и нелогичный бред за правду. К примеру, не существующих на 8 или бредятина по типу двух Спрингтрапов. Ладно уж, если бы свой бред они преподносили как свои теории и не утверждали бы это на 100%. Но как мы видим, этот бред они выставляют как какой-то факт. Между тем подкрепляя его неправдоподобными аргументами, иногда даже лживыми. И да, я ни в коем случае их не оскорбляю. Ладно, давайте обсудим одну из их теорий, а именно теорию про двух Спрингтрапов. И на мой взгляд, это одна из самых охреневших теорий, которые я когда-либо слышал. Потому что это даже и не теория, а просто банальная противоречия факту. Это то же самое, если какой-то человек начнет утверждать то, что Земля плоская. Я это кланю к тому, что официально было подтверждено, что Спрингтрап именно один. И то, что в нем Уильям Афтон. И абсолютно без понятия, как такой бред мог прийти в голову этим ютуберам. Так как в игре вагон и маленькая тележка, опровержение их теории. Также стоит помянуть, что Эннард и Молтон Фредди очень разные имена. И выглядят они достаточно разно. Это же не значит, что их два. Ладно, давайте разберем по получкам эту гениальную теорию. Начнем с одного из их аргументов. А именно то, что Спрингтрап и Скрэптрап по внешности сильно отличаются. Но это можно легко опровергнуть. Так как сам Скотт сказал, что сменил дизайн Спрингтрапа. Он сказал, что сменит дизайн главным персонажем. И в принципе, такое в игре и произошло. Например, не сразу понятно, но у Скрэпбэйби дизайн тоже изменился. Это касается формы маски или юбки. А также цвета. Но чтобы Скотт не делал редизайн, Бэйби бы не изменилась. Точнее, она бы изменилась. У нее бы появилась клешня, и сама бы она стала обгоревшей. Но форма лица, форма юбки и некоторых деталей примерно осталась бы та же. То же самое касается маски Молтон Фредди. Только она совершенно не похожа на форму маски Фантайм Фредди. Также хотел бы отметить, что провода Молтон Фредди и Эннерда отличаются. Здесь тоже можно заметить редизайн. С Скрэптрапом та же история. Да и вообще, если присмотреться, схожести у этих персонажей все же много. Например, ухо сломано на том же месте. А также дыра на груди, хоть немного другой формы, она находится там же. Многие детали повторяются, хоть даже если это редизайн. Если бы Скотт не делал редизайн Спрингтрапа, все равно бы Спрингтрап изменил себя. У него бы не было бы руки, и сам бы он немного обгорел. Также многие используют аргумент того, что Спрингтрапа зовут только Скрэптрапом, а Скрэптрапа еще зовут Уильямом Афтоном. Видители Ultimate Custom Night, его еще зовут Уильям Афтон. Но следует разрушить этот псевдоаргумент. Так как в файлах игры, в Фредди Фазберг, Пиццерии и Симулятор, Скрэптрапа зовут именно Скрэптрап. То есть здесь не написано имя Уильяма, здесь не написано Скрэптрап, а именно Спрингтрап. Также история про катсцену, типа Спрингтрап Майкл. Это было написано в старой версии книги, когда еще ФНАФ 6 не было. Скотт написал, что он не удалил ошибки в обновленной версии, и поэтому на время отменил книгу. Он будет удалять все, что неверно, а именно СНАФ 1 по ФНАФ 5. Я уверена, что это тоже пойдет под снос. Там в книге просто добавили ФНАФ 6 и 7, и ничего не изменяли со старыми частями. Скотт хочет это исправить. Про голос Майкла в катсцене. Яна сказала правильно, он закадровый, потому что если посмотреть в файлах ФНАФ 5, то то написано просто Майкл Афтон. Будь голос Спрингтрапа в катсцене, то было бы написано Майкл Афтон Спрингтрап, а этого не было. Скотт это официально подтвердил. Он сказал, что голос из катсцены не относится к Спрингтрапу, и что железный голос на фоне это всего лишь наложение эффектов. Также нам показали, что Спрингтрап сидит как Спрингтрап. И это типа тоже доказательство. Ха! Нет, это как раз факт в мою сторону. Он сидит так, потому что он есть Спрингтрап из третьей части. Черт, да это лучший намек. Не да, а ситуация в целом. Такое громкое название сделано лишь для того, чтобы получить хайпа. Я же на этом закончу, мне больше нечего сказать. Теперь давайте отвлечемся. Ультимейт Кастом Найт в новой книге упоминается как ФНАФ 7. Да, все же так. Но данная игра подписана здесь так, потому что среди всех частей предыдущих она по порядку идет с седьмой. Она не является частью продолжающей сюжета. Ведь она была создана ради развлечения. В ней присутствуют те объекты, буду так называть, которых попросили добавить сами фанаты. Но при этом в Ультимейт Кастом Найт даются намеки на то, что Вильям Автон оказался в аду. То есть просто его дальнейшая судьба. И все. Едем дальше. И вообще, зачем Скотту нужно было бы создавать двух Спрингтрапов, где в одном Майк, а в другом Вильям? Еще раз вспомните слова из моего прошлого видео. Майк после Эннерда стал ходячим зомби и существовал себе спокойно отдельно. При всем этом, что именно Майк освободил все души. А Уильям? Уильям поубивал кучу детей, и эти же души его преследовали. Он спрятался в Спрингтрапе, который потом стал называться Скрэптрэпом. И зачем, простите, тогда душам пришлось бы мстить Майку? За что? И тем более, они бы этого не смогли сделать, так как он, повторяюсь, уже их освободил. И они теперь, я полагаю, на небесах. Еще давайте-ка вспомним ФНАФ Ворлд. Почему же все так забывают эту игру? Хорошая игра. И в ней есть одно из самых важных доказательств по поводу того, что Спрингтрап в дальнейшем с именем Скрэптрэп 1. Посмотрите на этот скриншот. На нем изображен Adventure Springtrap. Видите? Спрингтрап. А теперь посмотрите, что написано внизу. Cuter in person, still a killer. Ничего не смущает? Давайте я вам это переведу. Лично милее, но все же убийца. Кто же у нас убийца? Естественно, мой любимый Вильям, твою мать. Майк его сын никогда в жизни не убивал. Он добряк, спаситель, освободивший души. Нигде ни разу не говорилось о том, что Майк убийца. Также хотелось бы отметить, что Скотт в интервью говорил, что Спрингтрап это предвещий злодей для франшизы. Но разве Майкл мог быть злодеем? Единственный злодей, который у нас есть во ФНАФе, это Уильям Афтон. И Майкл никак не мог быть злодеем. И это подтверждение действительно рушит эту теорию. На этом все. Мне больше нечего сказать. И я никак не могу не упомянуть того, что изображено на самой последней странице обновленной версии файла Фредди. Посмотрите на этот арт. На нем изображен Спрингтрап. А теперь приглянитесь. Голова внешне похожа на голову Скриптрапа, только более целая. А сама текстура тела на тело Спрингтрапа. Что же это могло значить? Здесь перед нами изображено так называемое слияние двух дизайнов. Скриптрапа и Спрингтрапа. Что еще раз нам доказывает, эти двое это один и тот же персонаж, только в разных дизайнах. И вместе они создают одно целое, одного Спрингтрапа. Я также могу предположить то, что перед нами сейчас финальный дизайн Спрингтрапа. И самый правильный, так как он должен выглядеть, по мнению Скотта. И я также думаю, что в дальнейшем почти все или все персонажи изменят свой дизайн. Ну что ж, я думаю, что на этом у нас все. Всем большое спасибо, кто говорит, что Спрингтрап 1. Вы молодцы, вы крутые, мы вас любим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok